приветствую всех любителей фидерной ловли сегодня можно сказать видео по заказу будет потому что после того как я опубликовал конкурс на данную поводочницу мне пришло несколько сообщений с одним и тем же вопросом если какая-то система по которой можно постоянно вязать петли и поводки одной длины чтобы можно было всегда он с натяжением ровненько одевался был не длиннее не короче сначала я этому вопросу как-то не придал значения сам не помню как и их вязал вот когда решил буквально вчера обновить поводки понял что это на самом деле сложно если делать вручную петлю то в принципе никаких проблем нету но если делать через петли вяз чтобы все петельки были маленькие короткие одинаковые то возникает проблема том получается длинней и поводок неровно здесь влетляется то не хватает приходится либо укорачивать до следующей длины либо вообще выбрасывать поводок и решил ответить на этот больной вопрос вот и все в принципе я на него нашел ответ и этим способом я хотел бы сегодня с вами поделиться и так мы привязали наш очередной крючок к леске и теперь нам необходимо сделать окончательно поводок допустим мы готовим поводки 90 сантиметров для начала необходимо закрепить закрепить наш крючок и один раз обогнув поводочница у меня 60 сантиметров и зафиксировать на вот этом штырьки как я уже говорил если бы мы формировали петли руками здесь ничего сложного нет можно сразу на него одеть и сформировать петлю вот ну это все как бы долго получается они не ровненькие а я все люблю чтобы было один от одинаково четко ровно и красиво как поступаю я после того как мы привязали крючок у нас под рукой есть крючка вяз вот и мы его становим около нашего штырька и огибаем вокруг него леску толщина крючка вяза примерно одинаковая как и наш указательный пары с которым мы будем сформировать петлю нашу леску мы огибаем один раз вокруг него и и выставляю его около штырька не доходя 2 2 с половиной миллиметра можно три тут уже в зависимости от того вашей специфики формирования различных петель вот мы установили его зажимаем нашу леску и убираем его дальше процедура стандартная мы устанавливаем наш палец наш палец заменил этот же крючка вяз у нас получился примерно одинаковый запас лески формируем обычную петельку нашу смачиваем и затягиваем все наша петля готова отрезаем вот и теперь нам необходимо его окончательно зафиксировал одеть его огибаем один разочек и вот смотрите наверное плохо сейчас вам видно но при совсем легком он почти касается вот при легком натяжении петелька аккуратненько ложится на наш штырек все все поводочки натянуты одинаковые петельки везде ровненько идут на одном расстоянии то что как бы и нужно в принципе как видно ничего сложного если у вас какие то есть свои такие секреты способы обязательно пишите в комментариях буду только рад обсудим возможно есть еще проще но в принципе здесь ничего сложного под рукой у нас всегда крючка я с которым мы пользуемся подставили единственное вот сколько нужно подставлять но для по моей техники затягивания узлов но достаточно 2 там 3 миллиметров возможно кто-то любит чтобы ту же сидела поэтому уже корректируйте просто смысл в том что у нас всегда одинаковый запас и вы подобрав под себя вы видите тот оптимальный размер и всегда у вас будут поводки ровненькие и натянуты как вам необходимо вот ну всем спасибо за просмотр если вам видео было полезно ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал и делитесь данным видео с друзьями всем удачи